Всем привет! Вы на канале Тринадцать пост! Здравствуйте! Здравствуйте! Ну вот дети пришли, у нас Никита дома болеет. Шаурма или шаурма? Как правильно? Шаурма. В общем, как-то правильно. Да, берите дети, кушайте. Дети только пришли со школы. Костя, правда, уже давно пришел, потому что Костя после первого урока пришел сразу. У них первый урок проводили учительница и ушла. Потом старшеклассники, да? А Вася только пришла. Мы приехали сейчас с города и быстренько приготовила шаурму. Шаурму и мы кушаем. Я забыла, как в Питере называют. Шаверма. Мне писали. В общем, что хочу сказать. Вкусно, да? Лаваш уже не тот. Я не хочу обидеть национальность. Написано армянский лаваш. Я очень вас уважаю, правда. Но какой я лаваш пробовала, когда была в Ереване. Какой он был тоненький. Весь такой в пузыриках. Тоненький-тоненький. И какой сейчас. Как резинка, как будто. Другой. Хочется, конечно, тот лаваш. Я ела с лавашем. Хаш. Ой, как вкусно вообще. Я хочу разрезать, посмотреть, что там нас ожидает. Я делала с курочкой. Корейская морковка. Пекинская капуста. Огурчик, помидорчик, курочка. Огурчик, помидорчик и курочка. Морковь корейская. По-корейски быстро сделала салат. Пекинская капуста. Помидорчик, огурчик и курица. Курочку грудки прямо на сковороде хорошо потушила и обжарила. Потом нарезала. Ну и разные соусы. Майонез и соусы. Да, вкусно. Такая сегодня у нас. Все равно вкусно, как ни крути. Домашняя. Никита ушел на улицу с собачками, чтобы они не мешали нам. Никитке вчера вечером температура 38, один горло. Да, я сама сегодня просула. Уж горло болело. Но сейчас прошло. Надо пополоскать. Я ему вчера сбила температуру. Горло полощем. Фурацелином горло полоскаем. Что-то у меня Никита в этом году как-то прибаливает. Какой-то вирус. Вот ходят, дети болеют. Вот у них такие признаки. У меня сейчас очень Василиса по... Ой, я сегодня самая счастливая. Первая. Поставлю это на первое место, потому что у нас Анюта весь год не читала в школе. И учитель не рассказывала. И буквально несколько месяцев назад, может, полтора, два, я узнала. И позавчера... Вчера. Мне Снежана говорит, мама... Получилось, что даже они не пошли на физкультуру. Учитель уговаривал Анюту почитать. Она ни в какую. Я с ней дома и по-хорошему. Я с ней дома и по-очень хорошему. И так интересно я увидела у нее в глазах, когда я ей сказала, вот сорвешь урок сегодня, я тебя накажу. А если не сорвешь и прочитаешь, я так тебя люблю. Я буду самая счастливая. И у нее прям глаза открылись от слов, что я буду самая счастливая. Конец года учительницы надо услышать, а то мы ей видео записывали дома и отправляли. Ни в какую не читает, и все в школе. И сегодня Анюта пришла в короне, образно говоря, вот такие глаза, говорит, мам, я еще хочу читать. Ты счастливая? Я говорю, я очень сейчас Анюта там в положении гуляет. В общем, ей теперь сегодня можно все. И она говорит, мам, я еще хочу читать. То есть она переборола страх, представляете? Не знаю, неужели ей помогла фраза от того, что я буду счастлива. Я говорю, если ты почитаешь, я буду такая счастливая. Я даже этот член слышала. Слышала, да, когда я это говорила, да. И второе, приходят Василиса. Василиса, что мы, три дня отучились. За три дня у Василисы раз, два, три, четыре, пять пятерок и одна четверка. Что, не веришь? И по русскому, и по математике, и по окружающему, и по литературе. По ведению пять. Ведение дневника пять. Представляете? Вот да ты моя. Пришла и сразу достает. Ты рада? Я говорю, очень рада. Очень-очень рада. Ты кому-то заплатила очень-очень рада. Ой, представляете? Да-да-да, 10 рублей брала у меня. А вообще молодец. Молодцы. Радуют и радуют. Здорово. Кушай, сыночка. Это я просто смотрю, как ты его со всех сторон справиться пытаешься. Вот такие сегодня у нас новости. И еще у меня одна новость. А, нет. Сегодня мы были на рынке. Мы ездили за картошкой. Картофель покупали. И никак я, в общем, бройлерным цыплятам нужен закуточек. А стайка у нас в процессе строения. В общем, пришел дедушка. У него там разные маленькие стаички есть. Ну, везде то Ивана уликами что-то забито, то еще что-то ихнее. Я говорю, ну, выдели мне вот два на два метра, вот полтора на полтора. Мне их вот пока. А он Иван достроит, и я их туда потом. Ну, приходи, смотри, что ты. Пусть Иван смотрит, идет. В общем, завтра мы едем за бройлерными цыплятками и гусятами. А это что за бройлер? Курочки такие. Они просто большие. Вот эти курочки, они... Мясная, поровно. Мясная. Вот эти курочки, они несут яйцо. А те курочки, они яйцо, они несут их буквально чуть-чуть и они станут очень полные на мясо. О, вкусно. Правда, вкусно. Да вы что-то, мы кусали с двух сторон. Нет, я отрезала. Нет, вон. А я отрезала, он мне отсюда ломит. Нет, он мне пустит. Неваливается. Ну, ничего, нет, тарелочка. Твоя тарелочка. Хочет, вываливается. Хочет, не вываливается. Ага-га. Кушайте, кушайте. Вот хорошая идея морковку по-корейски ложить, да? Ох, да. Она остриночку такую дает. Фу, ну я второй-то уже не осилю, спасибо. Угу. Очень вкусная. Я рада. Песочная такая. Я рада. Мне приятно. А то вот в последнее время, который попухал я, а шурма много, я ее даже не доедал, потому что она была посухая какая-то, то безвкусная, то непонятно, что в ней. Ну все-таки домашняя есть домашняя, да. Ну да, то есть как бы, может быть я просто не в тех местах покупал. Ничего не хочу плохо сказать о людях, которые... Ну ничего, доча, кушай, что ты. У которых бизнес-то еда, а потом это съешь или так. Ну мне не везло просто. И это было по трассе в основном. Может быть поэтому. Домашняя лучше. Да, вот мы раньше, когда в Комсомольске жили, да? На очереди прям. Очень вот молодцы ребята делали. Вот чтобы не купить, приехать на рынок и не купить себе что-то вот из такого. Это наверное все так. Там вот прям вот очередь надо стоять, чтобы купить себе вот... И не маленькую. Да. Время потратить. И все ходят, кушают. Да, и все едят. И она правда очень вкусная была. И вот после этого как бы привычка такая осталась покупать. И вот я без тебя второй раз с Байгала ехал, заехал и с Иркутска ехал покупать. Последний раз покупал я с мамой. Мы сюда ехали. Где-то там. В середине России вроде так. Громко. Название такое вроде там реклама, все вроде. Ну не то. Вот это вкусно. У нас соседи молодцы. Новые, которые купили вот этот старенький домик. У них каждый день... Техника работает. Работает. Возят мусор. У меня кстати бизнес-идея есть. Можно на мусор свой туда перекидывать. А там трактор убирает. Но у нас правда его нет. Беда с тобой. Ну это так. Настроение людям подняться. Все. Завтра выходной. Ну музыкальная школа правда еще. Да. Это то, что портит настроение. Сразу мне. Дети уже почти все учебники сдали. Малыши. До четвертого класса. Вы все уже почти сдали, да? Да. Мы 19-го будем сдавать прям все-все. Ну то есть. Вообще учеба все. Закругляется учеба. Мне прям хочется, прости дочь, а мне прям плясать хочется пойти. И сразу дневники и тетрадки сдавать. Все сдавать. И что в вторник у вас? Во вторник в ДК. Нам в 9 часов приходить в школу. Два урока будет. Ага. Да. Во вторник. А что в ДК будет? В библиотеку. А, за книгами, да? Там что-то будут говорить. Ну, как всегда. Их часто вводят в библиотеку. И что-то там говорят. Они не знают, что. И повторить потом не могут. Там, видать, у вас этим... Кто лицечитает? Ванька наш, да? С садик его приводил. На самом деле в библиотеке очень хорошие женщины работают. Они проводят разные мероприятия. Это муж просто посоветил. Ты их родила? Да, конечно. Одна вводит... Да, знаем мы. Да. А другую вы все знаете. Она сейчас английский раньше у вас вела. У Кости она не ходила. А, у тебя вела английский. А сейчас тоже в библиотеке работаете? В библиотеке работают. Да. Теперь я буду проходить. Дополнительное занятие, когда ходил на английский. Это вот она там. Так что теперь у тебя знакомые есть в библиотеке. Хороший день. Солнечный. Прекрасно. Немножечко, что дети вот не домогают. Никитка, вот ни с того ни с сего. Он что-то вот в последнее время прямо частенько. Какой-то вирус, видать, в нем живет. Вот горлышко. Интересно, вроде, тепло. А, горлышко болит. Вчера мы из города приехали. Мы тоже вчера допоздна были в городе. Ульяна вчера на Валбаре себе вещи. Мы заказывали, она какие-то кеды там крутые заказала себе. Красивые? Угу. Ну, мы их получили. Я видела. Кеды как кеды. Да ничего не... На них разные штучки. Мы просто вот штучку там прилепили там. О, кеды. Штанишки она хорошие себе заказала. Штанишки банан. Бананы. Нет, трико. Ну, это штаны бананы. Трико бананы? Угу. Так называют? В общем, одна половина белая, одна черная. Как у меня. Ну, ей хорошо, да. Ей хорошо. Она уже забрала, да? Да. Ну, мы же вчера получили. Мы вчера получили. Кроссовки-то мне показала, кеды? Кеды, модные. Показала, штаны же бананы. Не показала. А, ну да, надо показать. Также я заказала Владиславу и папе там шортики-бриджики. У Владика перчики, у папы бананчики. Все бананы. Он, когда увидел, так смеялся, потом одел дома, ходит. А Владик кричит, мама, закажи Валеры тоже таким. Он тоже хочет. Ну, пожалуйста. Мы там все пошли. Закажу. Перчики. Мы, говорит, перчики с ним будем. Ну, ладно, давайте прощаться. Я ведь на низком старте. Мне надо бежать. У меня дела. Ну, он уже был немножко шокирован, что я сказала, что мы сейчас будем делать мукбанк. Ну, ладно, уже уделил нам внимание. Спасибо. Приятного аппетита тем, кто с нами пьет чай, кушает. Шутит, как умеет. Шутите тоже. До скорой встречи, друзья. Пока-пока, друзья. Пока-пока.